В садоводческом товариществе «Дорожник» в Ярославском районе от удара электрическим током погиб 8-летний мальчик. Виновника трагедии в настоящее время устанавливает Следственный комитет. Он уже возбудил уголовное дело. А как ребенок оказался так близко к трансформаторной панстанции, выяснила наша съемочная группа. Хочу сказать, что это уже второй труп. Вот здесь вот на дереве, наверное, есть цветочки искусственные. Год назад здесь нашли труп мужчины. Почему погиб мужчина, дачники не знают. Но к трансформаторной панстанции, которая находится рядом с заброшенным овощехранилищем, стараются не подходить. Мальчишек мог бы остановить забор, но его нет. Мальчишки есть мальчишки, они же везде любят лазить. Конечно, надо бы наблюдать. Должны были давно замок повесить. Ну как они могли туда попасть? Трагедия в садоводческом товариществе «Дорожник» Ярославского района произошла 14 мая. По предварительным данным Следственного комитета, 8-летний мальчик прикоснулся к проводам и погиб. Своё расследование причин трагедии проводят и энергетики. На данный момент предварительно можем говорить о том, что было нарушено допустимое расстояние приближения к электростевому оборудованию. Дачники, которые в день гибели мальчика работали на огородах, видели, что на трансформаторной подстанции что-то происходит и даже обращались за помощью. Женщина, которая увидела, что здесь искрит и начинает дымить, начала звонить во все инстанции. То есть её отфутболивали от одного к другому. Это не наша территория и это не наше. В какой момент это произошло до гибели 8-летнего мальчика или после, пока неизвестно. Чуть-то одежда отгорела, ступня, его отбросило. Вот ходили женщины, я не могла прийти туда смотреть. Нашла ребёнка бабушка, вместе с которой он и находился на даче. Но спасти внука было уже невозможно. Проверку следственный комитет уже завершил. И по факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Зоя Рыжкова, Артём Геворкян, Вести, Ярославль.